Что означает лечите все покаянием? Слышали термин? Лечите все покаянием. Ну, покаяние означает абсолютно искреннее признание Господу, то есть божественному присутствию в себе, в вас, не Господу какому-то там невидимому где-то, а в вас, искреннее признание божественному присутствию вашем сердце вашему ангелу хранителю признание своей неправоты в чем бы то ни было как в прошлом так и по мере проявления в настоящем признавать свою неправоту неправота в поступках в намерениях мыслях то есть в том что относится ну категории греховного что ли в том что со всей очевидностью недопустимо для следующего по пути сознательной духовной революции требует дабы не завязывать космических кармических узлов немедленного лечения покаянием а то навяжутся кармические узлы если не пока эти сразу завязывается узел потом кармическая программа будет вас крутить вот так вот до бесконечности сразу признавайте свою неправоту ваша на неправота проявляется также в ситуациях где вы проявляете несмирение не смирились неправые ясно поняли тонкость и что учет у вас неправые все вот так смирение проявляется и сразу покаяние неправ неправ вот понимаю вот так надо филигранно оттачивать вот эти вот самые важнейшие вещи для того чтобы с господом на самом деле воссоединиться медитация молитва сейчас воссоединилась вот сейчас не получается через год не получили 10 лет не получать боже мой все вы соединяетесь воссоединение украина с россией там в 17 веке и до сих пор все воссоединяется и рассоединяются это долгоиграющая вещь над все идет что-то делать а вы все вот в эту сам на 33 оборот пластинка крутится помните из советского прошлого помните пластинки 77 и 33 оборота долгоиграющие вот так возят долгоиграющий простит крутится крутится одну сторону поменяете другую результаты сам обиделся покайся кого-то обидел тем более покаяние это она вот так должно в течение дня у вас ситуациях проявляться там по десятку раз вообще-то поперву полгода первое вот она приступом берете вот эту самую крепость эгоистическую я надо разрушить все эти вот оборонные редуты понятно вот в чем интересно для меня это было феноменально интересно представить разрушается эго который меня мучила столько лет вот просто душила давила гнобила и тут она разрушается я добровольно в общем-то сдаюсь господу в плен добровольно добровольно а вы в полонка эго идете добровольно и своеобразная практика покаяние имеет место в нашей повседневной жизни когда в процессе социальных контактов мы честно обнаруживаем себе это тождественно покаянию наличие нелицеприятных эгоистических качеств гневливость раздражительность зависть жадность сребролюбие мнительность осуждение лицемерие ревность болезненные привязки к чему-либо и прочее видим это в себе коль видим сам по себе факт обнаружение наличие то есть покаяние вижу да я гневливый я жадный я ревнивый это покаяние понятно честно признаете себе в этом видите сколько вариантов и форм покаяние вот каждый день вы должны став на путь вот общаясь с людьми что-то вот себе видеть вот будет работа это наступление широким фронтом и своеобразный омон все рушу все это должно быть разрушено понятно и коль вы это в себе обнаруживаете вот эти нелицеприятные качества это не должно вергать вас в отчаянии и служить сигналом вступление с ними в борьбу победить эти качества этих злочастных питальных монстров на их территории невозможно люди сразу в борьбу вступают с этим надо бороться бороться бесполезно бороться на витальном поле на их поле бесполезно они там хозяева вы должны уйти оттуда понятно а вы туда бороться опускаетесь с ним конец погибли никакой борьбы только честное признание наличие в себе этих вот самых злочастных монстров все знаете как просто никакой борьбы остается только мгновенное осознание в момент их проявления ибо сам факт осознания еще раз подчеркиваю то есть своеобразного покаяния раз за разом подрывает их силу и со временем сводит на нет их деструктивное влияние на вашу психику не сразу не бегом постепенно но требуется время и немало и порой но другого варианта окончательно разделаться с этими нелицеприятными сожителями не существует долго они вас будут долго не вам будут о себе напоминать но ничего победим тут полгода не получится но ничего победим и остается 12 вот каких-то момента не хороших очевидно для вас вы это видите вот она во мне но они уходят последними с помощью господа только когда вы обратитесь господу с помощью их убрать ясно только тогда обязательно остается 12 монстрика очевидно для вас в это знаете и каетесь вы да 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 вот господь где-то внутренне говорит вам ну да дай мне это отдай но ты же не справишься дурачок отдай мне я разберусь а вы не слышите а он говорит именно это ясно и вот когда уж наконец вот так вот эго свое вот то которое все таки позиции какую-то держит там сзади до смирением есть но вроде как не полное временами она и как не смирение проявляется вот тогда вы скрипя сердца или наоборот вот отчаявшись обращаетесь господь ну избавь меня от этого ну пожалуйста избавляет проверено не только мною проверяли люди другие ведь как интересно все а вы медитация молитва ведь сколько тонкостей тоже вам скажет об этом в церкви имени и христа да никто слушайте внимайте и как руководство к действию принимаете вот тогда работа будет идти в правильном направлении и вы обязательно победите обязательно не они вас а мы вообще-то со слезного покаяния в отпадении от господа и надо начинать работу на пути сознательной духовной революции но кто же из вас безбожников начнет сразу работу на пути до со слезного покаяния вот падение от господа ну кто покажите мне но потом обязательно надо к этому вернуться потом вы поняли сразу вы будете врать да вот альсан васильевич сказал слезное покаяние у меня слезного нет ну может выдавлю слежу но я отпал от господа да будете декларировать вы поняли для этого надо созреть больше безбожники больше церковь не ходите в атеисты вообще конченые атеисты какой меня контингент но другого нету мы же не должны быть брошены поэтому слезное покаяние вот падение от господа попозже она обязательно состоится но обязательно так не бывает ясно коль там все разогреется все как-то вот ну встанет на свои места обязательно к этому вернетесь теоретически именно с этого надо начинать работу но вы можете теоретически с этого и начать сказать я господа отпал понимаю что все грехи в общем то производные от одного греха от отпадения от господа вот как только я вернусь домой все грехи в общем перестанут быть грехами они исчезнут понятно грех только один у нас единственный он порождает все остальные грехи понятно наверно очень простая вещь самое главное наш грех грех от падения от бога все остальные так называемые грехи его производные рано как один единственный страх страх смерти а все остальные психологические страхи проистекают от страха смерти понятно наверно а что касается так называемых болезней то они производные от одной единственной болезни которая страдает все земное человечество от хронической эволюционной недостаточности вот один страх один грех и одна болезнь если вы вернетесь господу вернетесь домой то все остальное просто исчезает автоматически ясно и не надо по отдельности совсем бороться то с этим то с тем вот вся жизнь борьба с чем-то обязательно идет с чем бороться а если вы еще еще во внешний мир будете выбрасывать то вообще с внешним миром будете бороться не только с внутренним на просто домой вернуться ясно без всякой борьбы без внутренней и внешней работ на пути венчает единение с господом то есть со всем сущим а это означает ликвидацию главного греха то есть победу над смертью обретение возможного максимума телесного и психического здоровья все вернулись домой вот как о главном покаянии повествует своем письме наша постоянная слушательница цитирую все что мы можем это помнится раскаяться и прильнуть господу уповая на его милость вот и все опомнится значит понять что все не так в этой жизни увидеть почувствовать пронзительно осознать ложность и бессмысленность обывательского существования покаяться значит признаться себе господу в себе что неправильно жил ориентироваться на ложные ценности руководствовался эгоистическими стремлениями и вообще шел не втустонно увлекаясь медским и тленным признаться что забыл свою истинную сущность свою божественность свой дом предал господа состав кумира из самого себя вот такой вот текст слезного покаяния признаться это ваш личный таскать текст будет ну вами озвученные внутренние понятно да каждого таскать свои слова найдутся но они должны найтись обязательно что такое практика бодрствования или бдительность сознания вопрос разберем так вот бодрствующие или просто наблюдающие сознание пребывает в реальном моменте времени здесь и сейчас не гуляя в мыслях не в прошлом не в будущем то есть бодрствующее сознание всегда настроена на божественную волну она не в прошлом не в будущем а в настоящем моменте это значит настроена божественную чистоту на божественную волну нашей внутренней радиостанции и она это самое бодрствующее сознание держат на контроле все что входит в поле активного ума и пытается реализоваться во мне то есть все что входит в поле ума вы должны видеть и никак не механически не реализовывать то есть фильтровать что-то выдавать в эфира что-то выбрасывать то есть видеть все что в поле ума у вас происходит ясно мы же делаем массу всего в плане глупости автоматически что-то влетела сразу кинулись туда а я зачем и все поехала все должно быть на контроле все должно через божественный фильтр проходить для начала потом это будет просто автоматически но бодрствующее сознание а это сознание настроена на божественную волну топ теряете эту бодрствую не до сразу уходите с божественной вы пока не устоялись на ней через полготики будете настроены а так надо следить ушел мыслями тебя унесло куда-то все вернулся ясно вот так надо отслеживать это дело поначалу поперву я еще раз подчеркиваю потом это будет просто нормальный автоматически не над неких усилий прилагать но для начала надо прилагать определенные старания я бы не искал усилия и только бодрствующее сознание способна прямо на входе в поле активного ума видеть непотребные помыслы и нелицеприятные эгоистические качества например чтобы обнаружить их наличие у вас и не дать им реализоваться то есть бодрствующее сознание должно ясно видеть что прямо препятствует вашей духовной реализации ну глупости свои видеть понятно а так если она у вас разбросанная везде чушь вы увидите так и будете разболтанной расшатанной несобранной и когда вы говорите что вы слишком поздно обнаруживаете или вообще не обнаруживаете то что должны непременно видеть то что у вас уводит в сторону и выводит из равновесия это свидетельствует об отсутствии у вас бдительности сознания ой потом только спохватился не вижу эту деятельность только поэтому понятно да а бдительность сознание это одно из важнейших направлений в реализации пути сознательной духовной революции учитесь раз за разом ибо никто за вас это сделать не может никто только вы опытным путем учитесь бдительности понятно не уходите с божественной волны нет бдительности сознания нет продуктивной работы на пути понятно на будете топтаться на месте нет смирения тоже будет топтаться на месте нет бдительности тоже на месте топчет понятно или нет это очень важная вещь и очень важные качества чем еще замечательная практика бдительности так это возвратом вашего сознания в реальное время еще раз подчеркиваю настройкой вашей духовной радиостанции на божественную волну это следует из наших научных исследований в части оценки состояния действий пилотов в экстремальных условиях которые позволили сформулировать новую релятивистскую концепцию психической деятельности человека предельно просто и четко объясняющие поведение людей в любых ситуациях не только в экстремальных любых жизненных ситуациях вот настрой на божественную волну пребывание в реальном моменте времени обеспечивает безошибочных ваших безошибочность ваших действий поступков понятно абсолютно безошибочно гарантия не совершить ошибок гарантирует и главной причиной всех человеческих неурядиц является постоянное выпадение сознание индивида из реального времени то есть функционирование его в рассудочном или эмоциональном режиме с отставанием от реального времени с его опережением и в результате в результате реальный мир окружающего сми распринимается человеком в искаженном виде а коль вы его воспринимаете в скажем нам виде да то ваше поведение действия тоже неадекватные вот сегодня весь мир нам наглядно демонстрировать неадекватность поведения находясь в эмоциональном режиме или рассудочном режиме неважно в каком неадекват во всем очень простая вещь от физика сознания вот мы термин такой вводим физика сознания будем работать в этом направлении это интересно как побочный продукт чего-то неадекват полный он объясним хоть кол на голове тиши если вы не в адеквате понять ничего невозможно а когда все это понимаешь боже мой но кому тут осуждать обсуждать вот ну какой смысл силком на божественную волну не затащишь радиостанцию не подкрутишь чужому так что вы занимаетесь делом подкручиваете от вот тонкую настроечку то будьте бдительными не выпадайте из реальности хорошо ведь как все просто так что если реальный мир воспринимается человеком в искаженном виде то его поведение действия практически во всех ситуациях неизбежно носят не оптимальная порой прямо деструктивный характер все а посему важнейшим элементом повседневной практике бдительности и сознания прямо способствующей настройки на божественную волну является еще и пребывание вашего активного сознания в процессе выполнения вами любой рутинной деятельности без отвлечения в уме на что-то постороннее например если чистить и зубы то занимайтесь именно этим не механически двигая щеткой вот там будьте вот там во рту там где движется щетка ясно там будьте отслеживайте каждое движение щетки если кушаете то ни на что не отвлекаясь находитесь в процессе приема пищи не глядите телевизор не читайте книгу ясно не болтайте в процессе приема пищи находитесь если просто куда-то идете то идите молча и не спеша если идете на работу то не на работу идите а просто идите молча и не спеша поняли ли нет вот учитесь не идти куда-то просто идти поняли так вот вам надо куда-то прийти все вы уже был из процесса ходьбы выпадает из реальности выпадаете вы впереди вы там куда вам надо прийти а вы просто идите понятно ведь какие тонкости такие ловушки нас подстерегают из ловушки в которой мы попадаемся он откуда-то идти вот так вот и идете то есть ушли с божественной волны не видите там яму какой-то или этот самый какой-нибудь это лиц железный упали ногу сломали потом мой вот когда ко мне приходит вот люди иногда женщина не так удивляться вот я будет упала руку сломала ажан же чему бы это я бы потеря бдительности а и все они даже не думали что это потеря бдительность ясно они нам чему бы это к тому чтобы деятельность потеряли вот и все вообще все предельно просто были бы внимательны и бдительны и не упали бы и рука цела бы была ведь рука то в один момент ломается восстанавливается долго если восстановится а ломается вот в доли секунды вы знаете то на так что будьте бдить на то в долю секунду чуть произойдет а потом и глядишь и не восстановитесь вы поняли бдительность еще чем хороша неприятности меньше будет но таких бытовых и так во всем никакой механики все в полной осознанности учитесь это должно стать нормой вашей повседневной жизни пребывание в реальном времени